Дагестан – это родина не только захватывающих дух пейзажей, колоритной кухни и лесгинки. Именно здесь родилось и выросло множество творческих и интересных людей, одним из которых является канатоходец из высокогорного села Цовкра Кулинского района Камиль Мамаев. Пока его ровесники учились кататься на велосипедах, он в возрасте 7 лет уже стоял на канате. Сейчас молодой пахлеван не стоит на месте и развивается в различных направлениях. Я 6 лет тренируюсь, там же много направлений, очень много разновидностей. А первые 6 лет тренируются сначала? Это как бы новый уровень, я считаю, с реклайном. И вот здесь я реклайном занимался, потом то, что я там показывал, это переводится как хайлайн, высокая линия. Сейчас по модному все говорят хайлайн, высотник канатоходец. Основная цель Камиля – это возродить культурное наследие нашей республики. Ведь Дагестан всегда славился огромным количеством канатоходцев, особенно в горных населенных пунктах. Она и в Китае, и в Индии еще там 2000 лет назад уже была. Просто вот одно время, она вот так же была. Есть канат, есть, нет, нет. На этом деньги делали, грубо говоря. Наши, однозначные, они его подняли на мировой уровень. Все мировые награды выигрывали. Там во всех цирках одно время они работали. Они его подняли на мировой уровень, и из-за этого его считают столицей канатоходцев. Наш село. Потом открыли школу, потом открыли кружок в школе. Не кружок, а просто предмет канатоходца. Как традиция, его там уже пошло. Уже потом дополнительную школу канатоходцу есть. Даже, по-моему, в Европе первая школа, насколько я знаю. Совсем недавно Камиль Мамаев принял участие в шоу «Удивительные люди» на федеральном канале «Россия-1» и стал его победителем. Как рассказывает сам канатоходец, его пригласили организаторы проекта, предложили ему оставить заявку и попробовать себя в чем-то новом. Отметим, что шоу помогло ему исполнить заветную мечту – пройти расстояние по канату между двумя воздушными шарами, которым был закреплен трос. Когда они мне шари сказали, я обрадовался. Это же моя мечта была в прошлом году, который я вот сколько пытался. Я-то представлял, как они там будут гулять визуально. Считаю, что вот сейчас сюда привязали. А когда она вниз идет, они быстро двигаются. То вниз, вверх, со стороны, там не видно бывает, они на высоте. И ветер туда идет. А когда вверх огня дает, он завязан, он идет сюда. Получается, короче, меня вот разворачивал туда, сюда, задний поднимал. Трюки и различные испытания канатоходец придумывает себе сам. Казалось бы, что нет того, чего бы он не сделал. Сегодня на его счету множество достижений. Езда по канату на мотоцикле, прогулка над Сулакским каньоном, покорение вершин старого гамсутля и множество других экстремальных трюков. Сам Камиль останавливаться в реализации своих идей пока не намерен. А наоборот, полон энергии и сил для завоевания новых высот. И даже подумывает снять полнометражный фильм об истории канатоходца в Дагестане. С помощью которого он смог бы привлечь к данному виду искусства больше людей не только в республике, но и во всей России. Я бы хотел не то, что там пройти, я бы хотел бы такой фильм снять. У меня задумки много есть. Даже лучше, чем этот фильм можно снять. Здесь и показать всю и культуру, и красоту, и все экстрем, экшен, что угодно. То есть у вас есть в планах такой? Фильм, да. Вот этот фильм вообще был круто. Может, получится когда-нибудь. Уже долгое время Камиль Мамаев занимается популяризацией канатоходства в республике. Устраивает различные шоу и преподает этот вид деятельности в своем родном селе. Но этого, утверждает мужчина, для него недостаточно. Сейчас он планирует открыть свой лагерь, в котором будет обучать молодых ребят по своей особой методике. Ведь благодаря своему опыту он может подобрать подход для каждого. Канатоходство. Поднять на высший уровень. Здесь нужно в Дагестане лагерь. И все. Больше ничего. Лагерь, там база. Я не знаю, как его назвать. Это только на природе. Она во все стороны очень полезна. И характер человека, и все. Те навыки, которые человек там научит во всех профессиях. Уверенность во всем. Там очень много туризма, экстрем, все это все проходишь там. И гимнастика, и все, что нужно, все там. По словам Камиля, свой денежный сертификат, полученный за победу на шоу «Удивительные люди», он намеревается также вложить в строительство лагеря.